Позволило говорить о том, что не все в порядке. Сочи к Баруси, когда она не забила. Ну, наверное, две недели тому назад у себя дома. Марио Гетц, которого мы вот видим. Матч важный, но не архиважнейший для той или другой команды. 26-й свой матч в Лиге, которую назовут. Бахатин Дюран и Тарик Омгун. И здесь подключение Алонсо, но немножко нехорошо мяч обработал. Сам себе создал прогулку. Не дают сыграть. И Гюндаган сильно вперед. Здесь бежит к мячу Марио Гетца. Уходит пока Димари. Теперь защитник перед ним. Гросскрой сможет убить удар. Или хорошие возможности забить. В принципе, при правильных действиях, обороняющихся. Просто обыграть один в один Гросскрой. Это Марко Ройс. А Невин Суботич, автор голевой передачи. Там был кармин. Там его не оценили. И не скалит он. Здесь нужно говорить, что интрига в матче уже умерла. Вперед. А Ливандовский сумел выиграть второй этаж. И сделал голевую скрипку на Ройса. Это стопой. Ройс откатывает мяч. Нагьется, получает ответную передачу. Ходит штраф. Тут все. У него было хорошо. То, конечно, устоял бы он в ногах. Но атака Шнельцер уже у него мяч забрал. Снова атака Барусин. Смотрите, как меняется ситуация. Еще один момент. 2-1. Вот так. Уже собрался я было подводить итоги первой половины встречи. Но оказалось, что рано. Дортмунд. Смотрим. Опять длинный заброс вперед. Опять Ливандовский выигрывает вверх. И вот отдает в центр. Гросс кроется на Гетце. И кажется, что уже Гетце там достал. Орбело, но нет. Он даже, по сути, помог. Гюнет Чакир просто потому, что остановок у нас было, ну, самый минимум. Посмотрю в перерыве статистику, сколько штрафных. Я не знаю, там, ну, пять мало. А голов у нас целых три. И с тем, что очень здорово. Дортмунцы сыграли. Удар поворотом Орбело в этой ситуации. Ну, вот, видимо, при внимательном рассмотрении. А перед Дортмундсом даже атаковать полегче, но с учетом... В общем, зря обидели, на самом деле, защитника. Пытался до последнего там помешать. Марио Гетце. Здорово. Почти, почти проходит этот пас Надьи Марии. Исиен, наверное, в большинстве. Ливандовский, Гетце. Идет партнер. Это компенсированное время. Обязательно судья должен натянуть еще 30 секунд. Морг Сляйтнер выходит вместо Марио Гетце. Теперь, теперь, кто собирается смотреть... Прошу прощения, усилийте. Так вот, Мэнсити и АЕКС сыграли в ничью 2-2. И стало быть, никоим образом это турнирное положение не изменилось, по крайней мере.